Это Бентли Бентайга 2021 года. И это люксовый кроссовер, а еще спортивный кроссовер, а еще дорогой кроссовер. Вот этот стоит у дилера чуть менее 200 тысяч долларов. Бентайга был существенно переработан для 2021 модельного года, и сегодня я буду его обозревать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я одолжил эту Бентайгу у Агера Сан-Диего. Это также Бентли Сан-Диего, дилерский центр Бентли здесь, в округе Сан-Диего. У Бентли Сан-Диего, конечно, есть все последние модели Бентли, включая и новый Бентайга, который только начал поставляться и уходит быстро, так как спрос на переработанный Бентайга высокий. И по хорошей причине Бентайга впервые вышел для 2017 модельного года, приблизительно в то же время, что и удивительное количество других ультрадорогих кроссоверов, как Роллс-Ройс Кулинон и Ламборгини Урус и Мазерати Леванте. Главным достоинством Бентайги всегда был тот факт, что это люксовый кроссовер, как Роллс-Ройс Кулинон или Рэндж Ровер, но еще это и спортивный кроссовер, как Порше Каен Турбо или БМВ Х5М. И это по-прежнему так для 2021. Бентайга базового уровня – это модель гибрид, которая получит 443 л.с. от своего плагин гибридного В6. Это Бентайга для сознательно относящихся к экологии покупателей ультралюксовых кроссоверов. На другом конце спектра Бентайга верхнего уровня называется Бентайга Спид, и он оснащается 12-цилиндровым двигателем мощностью 627 л.с. Вы можете получить 12-цилиндровый двигатель в новом Бентайга, только если берете модель Спид. Две эти силовые установки на подходе. На данный момент единственные доступные Бентайга – вот этот, модель с Твин Турбо В8 мощностью 540 л.с. Он составит основную массу продаж, и эта силовая установка разгоняет Бентайга с нуля до сотни где-то за 4 секунды. Эти силовые установки по большей части остались без изменений для Бентайга 2021 года, но были внесены некоторые другие существенные изменения, и сегодня я буду обозревать новый Бентайга и покажу их вам. Еще я проведу для вас подробный обзор Бентайги и покажу вам все его интересные фишки и особенности, и затем я выкачу его на дорогу и буду водить, а потом я оценю его по шкале Дага. А перед этим я посоветую тебе проект серверов GTA V Grand Roleplay, где ты можешь делать практически что угодно. Например, делай ставки, чтобы выиграть новый Мерседес, а также множество других уникальных призов. Отрывайся по полной, тусуйся со своими друзьями на дорогущих яхтах, или же стань тюремным авторитетом, с которым никто не станет шутить. И, конечно же, гоняйся на сотнях автомобилей из реальной жизни. И это далеко не все. Короче говоря, регистрируйся по моей ссылке, получай бонусы и играй вместе со мной. Ссылка есть в описании. Ладно, я начну рассказ про фишки и особенности переработанного Бентайга с некоторых изменений для 2021 модельного года. А это значит, что мы начнем тут сзади, с самого заметного обновления. Это будут задние фонари. Раньше они выглядели вот так, они были довольно стандартными, никто особо не жаловался, но Бентли изменили их для 2021. И теперь они выглядят вот так, чтобы привести задок этой машины в соответствии с Continental GT и Flying Spur, другими моделями Бентли, чтобы они все выглядели сзади похоже. Об этих задних фонарях высказывались довольно противоречивые мнения. Эти большие овалы тут сзади некоторым очень не нравятся, некоторым нравится внешний вид семейства Бентли, но в любом случае они определенно оригинальные, вы не перепутаете его ни с каким другим автомобилем. Переработанные задние фонари на новом Бентайге значит, что новые задние фонари полностью находятся на задней двери, что порождает любопытную проблему, когда задняя дверь поднимается. Скоро я об этом расскажу. Сперва давайте поговорим об открытии задней двери. Если взглянуть на задок, то тут нет сразу же заметной кнопки открытия. Ее нет над номерным знаком. Это потому, что она спрятана в логотипе Бентли. Вы нажимаете на букву B, Бентли, и тогда задняя дверь открывается автоматически. И это просто очень крутое использование логотипа тут сзади. Нажимаете на него, чтобы раскрыть заднюю дверь. Но в любом случае, с открытой задней дверью, теперь вы можете видеть, что сзади вообще нет задних фонарей. Они наверху вместе с дверью, и поэтому они не могут обеспечить тут сзади никакого освещения. Это противоречит регламентам правительства США, которые конкретно говорят, что задние фонари и стоп-сигналы не могут находиться на элементе кузова, который двигается, как задняя дверь. Поэтому Бентли пришлось придумать решение, если они хотели, чтобы задние фонари были овальными. И это решение — второй комплект задних фонарей на бампере. Итак, сейчас я жму тормоз, и как видите, стоп-сигналы горят. Открывайте заднюю дверь, и как видите, стоп-сигналы перепрыгивают со своего изначального положения на этот второй комплект фонарей на бампере. И таким образом, тут сзади всегда будут гореть какие-то задние фонари, независимо от того, поднята задняя дверь или нет. Преимущество в том, что весь задний фонарь может находиться на задней двери. Недостаток, что должно быть два комплекта задних фонарей, но вот что сделали Бентли. Так делают и Ауди со своими кроссоверами Q7, Q5. Как видите, у них тоже задние фонари установлены на задней двери, а второй комплект на бампере на случай, когда задняя дверь открыта. Что касается обоснования таким новым задним фонарям, это не только для того, чтобы привязать его к другим моделям Бентли, но еще, чтобы машина тут сзади выглядела шире. Бентли хотели, чтобы машина выглядела и казалась шире, чтобы она была более заметна на дороге, и они считают, что такой дизайн именно это и обеспечивает, даже при том, что новый Бентайга на самом деле не стал шире, чем предыдущая модель. И что касается косметических изменений снаружи Бентайга, есть еще одно спереди, одно очевидное. Это фары. Это полностью новые фары, опять же переработанные, чтобы походить на те, что оффлайн спе и континенталь GT. И если вы получше присмотритесь, то, как видите, они как будто хрустальные. Они выглядят подобающе красивой дорогой машине, подозреваю, это правда создает тот характер, к которому здесь и стремились Бентли. Еще здесь более широкая решетка, и в целом более четко различимая ширина кузова спереди, опять же, чтобы эта машина воспринималась на дороге более агрессивной и более крупной. И снова, сама ширина передка на самом деле не изменилась, но Бентли надеются, что благодаря некоторым стилистическим изменениям и доработкам, вы подумаете, что машина стала более заметной. Честно, я считаю, они добились успеха. Она правда стала более заметной, по крайней мере, в рамках параметров платформы Бентайга, с которой они уже работают. Кстати, эти фары, у каждой внутри 48 отдельных светодиодов. Это много. Я бы не захотел платить за одну из них из кармана, если бы попал в аварию, и она бы повредилась. Но в любом случае, далее нам пора садиться внутрь Бентайга. Я хочу поговорить о том, что здесь есть нового, но сперва я хочу поговорить о ключах. Когда вы покупаете Бентайга, вам вручаются три полнразмерных ключа. Два обычных и один для парковщика, который не дает доступ в багажный отсек. Хотя в кроссовере это дохлый номер, потому что туда-назад можно просто залезть. Но, тем не менее, вот что вы получите. Это толстые, пухлые, тяжелые ключи, как вы и ожидаете от ультра-люксового кроссовера. Одна крутая вещь в этих ключах. На ключе Бентайги, как видите, есть изображение автомобиля, похожего на Бентайгу с поднятой задней дверью. Конечно, вы на нее нажимаете, и открывается задняя дверь. Тут ничего интересного, но причина, почему я это упоминаю, в том, что на ключе Continental GT есть изображение чего-то похожего на Continental GT с открытой крышкой багажника. Нажимаете на него, открывается багажник. Они сделали различные картинки для каждого своего автомобиля. А это хорошее внимание к деталям. Опять же, что вы и ожидаете за такую цену? Но в любом случае, затем мы садимся внутрь, и давайте поговорим об изменениях в этом салоне. Обновления для 2021-го произошли не только снаружи. Здесь много изменений внутри. Самое главное, вероятно, вот этот новый центральный экран. Это 11-дюймовый тачскрин, позаимствованный из Flying Spur, Continental GT и других верхних моделей Volkswagen Group, как Porsche. И это как бы центр внимания в данном салоне. Еще здесь есть новая цифровая приборная панель. Это целиком экран вместо старомодных приборов. Гораздо более настраиваемая, чем в предыдущей модели Bintagi. А еще гораздо более современная. Одна вещь, что мне нравится в этой цифровой приборной панели, взгляните, как она отображает вашу скорость и обороты двигателя. Как видите, я кручу двигатель, и смотрите, что происходит, когда стрелка двигается, как будто она тревожит эту небольшую часть шкалы. Это выглядит просто очень роскошно, очень по-особенному. Многие автопроизводители делают интересные вещи со спидометрами и тахометрами, но вот эти одни из лучших, что я видел. Еще одно важное изменение в этом салоне, стоящее упоминание, это вентоотверстия прямо над центральной контрольной панелью. В прошлом это было два круга, как в моделях Bentley, теперь, как видите, у них более оригинальный дизайн. Они должны имитировать логотип Bentley, крылья снаружи с часами посередине вместо буквы B, и вот поэтому они немного странной формы. Он должен вам напоминать, что вы в Bentley даже вентоотверстиями. Но в любом случае, переходим к некоторым другим интересным фишкам и особенностям салона. Садитесь внутрь с ключом, и чтобы завести бинтайга, вы нажимаете эту кнопку старт-стоп в центре. Вот этот круг посередине центральной консоли. Нажимаете его, и машина сразу заводится. Причина почему это круто в том, что кнопку старт-стоп окантовывает регулятор режимов езды. И вы можете повернуть этот маленький регулятор, чтобы переключиться со спорта на режим Bentley, и на комфорт, и на индивидуальный. Мне нравится, что кнопка старт-стоп встроена в эту область режимов езды, это довольно крутая идея. И говоря о крутых идеях, мне всегда нравился селектор передач в машинах Bentley. Здесь довольно традиционно выглядящий рычаг передач, но крутая часть начинается, когда вы хотите выбрать им передачу. Вы нажимаете на логотип Bentley с буквой B наверху, и это та кнопка, которая позволяет вам выбирать различные передачи. Опять же, хорошая интеграция логотипа Bentley. И далее, прямо над рычагом передач находится климат-контроль. Здесь нет ничего особо интересного или нового, по сравнению с предыдущей моделью. Одна вещь, которая мне не нравится в климат-контроле, что некоторые кнопки требуют дополнительных шагов. Например, вы хотите включить подогрев сидения. Нажимаете кнопку подогрева, она не просто его включает, вместо этого на центральной консоли появляется меню подогрева сидений. То же самое с охлаждением сидений. Нажимаете ту кнопку, и она не просто включает охлаждение, а появляется меню. Бентли ответили бы на это, ну, вы можете просто перевести его на автоматический режим. И это так. В этой машине есть не только автоматический климат-контроль для воздуха, дующего из вентотверстий, но еще для сидений, подогрева и охлаждения. В жаркий день вы включаете автоохлаждение сидения, и оно будет охлаждать ваше сидение, пока оно не достигнет желаемого уровня прохлады. Но весь этот многоэтапный процесс с кнопками также продолжается и с направлением обдува. Вы можете нажать кнопку обдува, и она не изменяет обдув. Вместо этого, опять же, она выводит меню на экран, и тогда вы можете изменить его оттуда. Это достаточно просто, и если у вас все на авто, то вы даже не будете иметь с этим дело. Но если вы хотите вручную что-то поменять, это все же добавляет один шаг к каждому процессу управления климат-контролем, что может немного раздражать. И далее давайте поговорим о мультимедийной системе. Раз уж этот экран только появился у Бентаги, я хочу его обсудить и скажу, что он отличный, чрезвычайно отзывчивый к касаниям, мгновенный, прямо как смартфон. И в отличие от модели Ауди, вам не нужно как бы нажимать на экран, чтобы он распознал вашей команды. Вы можете его просто касаться, как вашего смартфона. И он очень отзывчивый ко всему, что вы нажимаете, он распознает это буквально сразу же. А еще он очень интуитивный, и здесь все довольно хорошо организовано. В этой мультимедийной системе есть много всего, но они хорошо постарались сделать так, чтобы все было там, где вы ожидаете. И одна весь стоящее упоминание в этой мультимедии. Прямо под ней есть аппаратные кнопки, чтобы помочь вам управлять мультимедийной системой. Например, если вы хотите перейти в навигацию, вам не нужно искать ее на экране, можно нажать кнопку NAV, и она вас туда направит. То же самое с радио, медиа, телефоном, неважно. У Porsche с похожей мультимедийной системой нет аппаратных кнопок. Полагаю, Volkswagen Group, которая управляет всеми этими марками, должно быть осознали, что покупатели Bentley, скорее всего, хотят резервные кнопки. Возможно, им не так нравятся новые технологии. Покупателям Porsche такие вещи не нужны, но приятно их иметь в Bentley. И далее давайте перейдем к приборной панели. Новые полноэкранные приборные панели. Еще один очень высокотехнологичный элемент в этом бентайге, помогающий ему снова стать в один ряд с более современными соперниками. Это сегмент с очень высокой конкуренцией, и теперь обязательно должна быть полноэкранная приборная панель, потому что она у всех есть. Пара крутых вещей в ней. Во-первых, мне нравится, что в ней одометр самой последней поездки обозначен как краткосрочная память, в то время как одометр, который вы можете сбросить, измеряющий более длинные дистанции, это долгосрочная память. Вместо 3Pi и 3B. Это заставляет их казаться более человечными. Это довольно забавно, однако стоит заметить, что Audi делают то же самое в своей приборной панели. Другая вещь, которую делают Audi и которую теперь делают и Bentley, поскольку у них одна родительская компания и одинаковые технологии, это полноэкранная карта в приборной панели. Вы можете вывести перед собой карту в маленьком виде, что полезно, но она также может отображаться на полный экран. И когда вы так делаете, мне нравится, как прячется тахометр, как бы исчезает, чтобы освободить место для карты. Наличие там карты может оказаться очень полезным. Она прямо в вашем поле зрения, вот вы едете, вы смотрите ровно вниз, видите, где вы поднимаете взгляд обратно вверх, вместо того, чтобы коситься в сторону на центральную контрольную панель и мультимедийный экран. И, конечно, на этот экран приборной панели можно вывести не только карту. Вы также можете его использовать, чтобы посмотреть радио, музыку, которая играет с вашего телефона, настройки телефона, позвонить кому-нибудь, все эти вещи прямо там у вас перед глазами, а это хорошее место для этого, чтобы поменьше отвлекаться. Что касается самого салона, должен сказать, он оставляет немного смешанное впечатление. В предыдущих моделях Bentley, где я был, были одни из самых изысканных салонов в автоиндустрии. Я сделал обзор на оффлайн спио ранее в этом году, где он был невероятным, действительно потрясающим, но это до него просто не дотягивает. Здесь много пластика на центральной консоли, как видите, он везде вокруг рычага передачи кнопки старт-стоп практически повсюду. То же самое на центральной контрольной панели с подрулевыми ручками, они использовали чуть более красивый пластик вокруг кнопок на рулевом колесе, но это все равно кажущийся довольно дешевым пластик и неожиданно его там видеть. Я понимаю, что Bentayga массовый автомобиль Bentley, они пытаются продать его семьям, они продали их огромное количество, но когда вы начинаете сводить на нет это ощущение Bentley, вы действительно начинаете вредить марке. И я боюсь, что в некоторых отношениях это и могло здесь произойти. Вместе с тем, в целом, это все равно очень приятный салон, и здесь все же есть действительно красивые штрихи, всякие хорошие материалы, некоторые вещи, которых вы не найдете в Audi или Porsche, но относительно других моделей Bentley внутри нового Bentayga чувствуешь себя не так по-особенному. И далее садимся на задний ряд нового Bentayga. Первое, что вы замечаете, Сев, сюда, что здесь прилично место. У меня прилично место для ног, еще несколько сантиметров для коленей, у меня прилично место для головы, тут сзади просторно. Мне всегда казалось, что задний ряд Bentayga был просторным, но для 2021 он стал даже чуть больше, чем в предыдущей модели, так что здесь даже больше места на заднем ряду, чем раньше, если вы почему-то чувствовали себя некомфортно в предыдущей модели. Тут сзади все же есть несколько интересных фишек, стоящих упоминания. Во-первых, мне очень нравятся вышитые логотипы Bentley на сиденьях. Они есть и на передних, но большинство автопроизводителей не переносят такие вещи на задний ряд. Ну а когда вы платите 200 тысяч долларов за люксовый кроссовер, вы получаете вышитые буквы B и на задних сиденьях тоже. Еще мне нравятся варианты для зарядки. Тут сзади здесь есть два отдельных порта USB-C и розетка для прикуривателя в центре, так что вы можете заряжать все свои устройства, пока едете. Вам не нужно идти на компромисс и заряжать их по одному, как во многих машинах, но, безусловно, самая изысканная вещь на заднем ряду нового Минтайга, вот этот экран в центре. Bentley бросили пытаться назначить все органы управления заднего ряда на различные кнопки переключателей, так что теперь задние пассажиры получили экран. Что логично, потому что здесь много чем нужно управлять. В этом экране есть климат-контроль, вы можете отрегулировать под свои нужды температуру, обдув на заднем ряду. Еще тут сзади есть регулировка подогрева сидений, нажимаете на нее и можете включить подогрев своего сидения прямо как на экране спереди. Еще тут сзади есть управление задней шторкой, при помощи этого экрана вы можете открыть или закрыть шторку на потолке под панорамной крышей. Хотите ли вы, чтобы она была открыта, чтобы ехать под солнцем или полностью закрыта, всем этим можно управлять на этом экране. Но если вы, как я, то должно быть думаете, этот экран довольно далеко. Чтобы им воспользоваться, вам нужно наклониться вниз. Он установлен очень низко в ногах, не очень хорошее размещение, но Bentley об этом подумали. Нажмите эту небольшую кнопку «Извлечь» в верхнем правом углу экрана и он выезжает к вам. И затем вы можете его снять. Оказывается, он там просто висит на магните, и затем вы можете взять его как пульт, и он управляет всеми этими различными функциями, не будучи встроенным в центральную консоль. Так что вы можете его там оставить или можете его взять, положить себе на колени, где это более удобно. И когда вы закончили пользоваться им как пультом, вы можете поставить этот экран обратно на свое место. Он примагнитится обратно, и это будет выглядеть, как будто его вообще не снимали. Это довольно хитрый трюк. И далее мы переходим к багажному отсеку в новом Бентайга. Я попаду в него, нажав на букву B Bentley, и он раскрывается, и вы можете видеть, что у Бентайги довольно большой багажный отсек. Тут сзади много места для вещей, если вы хотите пользоваться своим Бентайгой, чтобы возить вещи. Что интересно, чего в нем нет, так это третьего ряда сидений. Так оно и во многих действительно дорогих люксовых кроссоверах. Третьего ряда нет в Рейндж Ровере, в Роллс Ройс Кулина, в Ламборгини Урус, и еще в Бентайге. В нем только два ряда. По-моему, возможно, более интересно, что здесь нет кнопок, которые позволяют вам легко сложить второй ряд сидений из багажного отсека, если вы хотите погрузить внутрь более крупные предметы. Во многих люксовых кроссоверах есть такая кнопка, чтобы вы могли ее нажать и легко сложить сидение, и погрузить назад что-то огромное. Но в Бентайге вам нужно обходить машину и вручную складывать сидения. Полагаю, Бентли решили, что не так уж много людей действительно грузят массивные предметы в Бентайгу, так что, видимо, в этом не было необходимости. Одна интересная фишка багажного отсека Бентайга с внутренней стороны задней двери, как видите, есть вот эта небольшая панель, которая держится на этом фиксаторе. Откручиваете его, открываете ее, и там внутри ничего нет. Она для аварийного треугольника. В Европе новые автомобили должны продаваться с аварийными треугольниками, и вот сюда они его и кладут. Но в Штатах у нас нет этого регламента. Так что вместо этого вы получаете только пустой спрятанный отсек с внутренней стороны задней двери, куда вы можете класть вещи, и никто их не найдет. Это интересное местечко. И, наконец, мы перемещаемся под капот нового Бентайга. Вы можете видеть двигатель этой машины или пластиковую крышку над ним. Как я упомянул, это Twin Turbo V8 540 лошадиных сил, а это довольно здоровый показатель. Как я и сказал, есть еще два варианта силовой установки, обе на подходе, они пока недоступны. Есть плагин гибридный V6 или есть модель Speed с ее Twin Turbo 12-цилиндровым двигателем. Но вот это составит основную часть продаж. Я лично обожаю 12-цилиндровый двигатель, я думаю, это самая подходящая Бентли силовая установка. Но в мире кроссоверов он был воспринят как слишком уж дорогой, поэтому V8 стал наиболее продаваемой моделью. И не то чтобы он медленный, как я и сказал, он по-прежнему разгоняет его с нуля до сотни за 4 секунды, а это нереально для кроссовера такого большого размера и с таким количеством люксовой кожаной отделки, что увеличивает вес. Итак, это фишки и особенности нового Бентли Бентайга. Теперь пора выкатить его на дорогу и выяснить, как он едет. Ладно, ввиду новый Бентайга. Я правда поклонник Бентайги, когда он впервые вышел, я был от него в восторге. Многие надо мной подешались, типа, эта тачка Бентли? Кроссовер? Это глупо. Но с тех пор каждая люксовая марка выпустила кроссовер, и теперь это уже не кажется таким глупым. Это кажется довольно умным решением в данное время на самом деле. Один недостаток Бентайги, за что его часто критикуют, знаете, что он родом из этого семейства люксовых кроссоверов Volkswagen Group, все из которых относительно похожи, если задуматься. Cayenne Turbo оснащается этим двигателем, Lamborghini Urus оснащается этим двигателем, Audi S7 оснащается этим двигателем, Panamera Turbo, они все оснащаются различными вариантами этой силовой установки. И это как бы лишает его необычности. Знаете, 10-15 лет назад все эти марки были отдельными, и они создавали свои собственные вещи, а теперь все это становится немного более единообразным. Но, должен сказать, помимо использованной силовой установки, они все же довольно отличаются, когда вы садитесь внутрь. Бентайга не особо напоминает Audi, Cayenne не особо напоминает Audi или Бентайгу, и им довольно хорошо удается делать их разными. Но, в конечном счете, это все же множество вариаций на одной платформе и на одной силовой установке, так что это скорее выбери, какой из люксовых спортивных кроссоверов Volkswagen Group вписывается в твой бюджет. Это тот, с которым ты уйдешь. Хотя я лично, если бы Бентайга вписывался в мой бюджет, я думаю, что выбрал бы этот. Мне на самом деле всегда нравилось, как он выглядит. Я правда думаю, что обновление спереди для 2021 лучше, чем было раньше. Сзади определенно спорно. Я не против этого, мне нравится, как это привязывает его к семейству Бентли. А еще я думаю, что раньше он был слишком типовым. Но я ясно понимаю, что это не самый привлекательный вид. Большие овальные задние фонари на кроссовере определенно выглядят немного странно. Сидеть в этой машине и управлять ей, то есть тут так комфортно и так тихо. Это одна из вещей, что мне больше всего в ней нравится. Они правда создали фантастический люксовый кроссовер. Люксовые кроссоверы Volkswagen Group, их два за эту цену. Урус и Бентайга. Но у них, правда, очень разный характер. Урус кажется намного более нацеленным на спорт. Знаете, захватывающим, готовым наваливать вот этот определенно люксовый автомобиль из них двух. Но к нему все же бонусом прилагается настоящая мощность. С нуля до сотни за 4 секунды. Это просто невероятно для такого большого автомобиля. И в плане ускорения. Оно такое мгновенное, оно невероятно быстрое. Однако основная разница между V8 и 12-цилиндровым, на мой взгляд, в следующем. V8 быстрый. Газующий, он вдавливает тебя в сиденье, он быстрый. Это двигатель, созданный для спортивных машин, как Урус, как Аян Турбо. 12-цилиндровый наращивает мощность не так. Это очень похоже на реактивный самолет. Он не быстрый. А потом ты едешь быстро. Это даже трудно объяснить. Но это кажется, будто тебя прямо вытягивает вперед на такой скорости. Он более постоянный и меньше вжимает в сиденья. И он ощущается, скорее, таким мощным тяговитым. И для меня этот 12-цилиндровый двигатель – лучшая силовая установка. В целом, это отличный кроссовер. Несомненно, есть всякие плюсы и минусы. Некоторые скажут, что стайлинг является небольшим недостатком. Определенно, материалы салона не такие хорошие, как в некоторых других моделях Бентли. Но что касается преимуществ, он быстрый, он роскошный. Роскошный, чрезвычайно комфортный, и технологии стали существенно лучше для 2021-го модельного года. Бентайга по-прежнему остается отличным ультралюксовым кроссовером, если вас интересуют такие вещи. Но это мир с очень высокой конкуренцией. И эти изменения, правда, помогают Бентайге оставаться рядом с вершиной этого мира. И он очень конкурентоспособный. Технологии стали лучше. И здесь внутри он кажется намного современнее. Итак, это Бентли Бентайга 2021-го года. Это отличный люксовый кроссовер и отличный спортивный кроссовер. И обновления для 2021-го модельного года должны помочь ему оставаться конкурентоспособным на удивительно переполненном поле ультрадорогих кроссоверов. Я был большим поклонником Бентайги с тех самых пор, как он вышел. И с этими новыми обновлениями я по-прежнему им остаюсь. А теперь пора оценить Бентайга по шкале Дага. Начиная с выходных категории стайлинга. Бентайга по-прежнему выглядит нормально, невеликолепно, спереди получше, но чуть более спорно сзади. Он получает 5 из 10. Ускорение с 0 до 100 из 4 с небольшим, он получает 7 из 10. Управляемость в порядке не такая четкая или шустрая, как у заточенных под спорт конкурентов. Как Урус и Каен Турбо, и он получает 5 из 10. Фактор веселья хороший, он быстрый и относительно остро управляется, и удовольствие от езды на кроссоверах Бентли не вызывает сомнений. Он получает 6 из 10. Наконец, фактор крутости. Бентайга по-прежнему крутой, по-прежнему заставляет оборачиваться, по-прежнему среди лучших кроссоверов, он получает 6 из 10. Доводя итоговую выходную оценку до 29 из 50. Далее, повседневные категории и функции новейшие. Бентайга гораздо более продвинутые, чем предыдущая модель, и он получает 8 из 10. Комфорт по-прежнему отличный, хотя не уровни Роллс Ройс Кулина, но он получает 9 из 10. Качество в порядке. Модель на W12, которую я тестировал пару лет назад, определенно имела более красивую отделку внутри. Вот этот очень хороший, наравне, я бы сказал, с Каеном или Панамерой, и он получает 8 из 10. Практичность нормальная для такой машины, он получает 8 из 10. Стоимость всего лишь нормальная, они замечательные, в столь многих отношениях быстрые и роскошные, а теперь и высокотехнологичные. Но еще они дорогие, особенно когда все больше и больше суперкроссоверов выходят на сцену. Я люблю Бентайгу, но даю ему 6 из 10, что доводит итоговую повседневную оценку до 39 из 50. Складываем вместе оценку по шкале ДАГА 68 из 100, что ставит его сюда в сравнении с некоторыми схожими машинами. Бентайга V8 справляется очень хорошо, не самые высокие выходные оценки, но и не самые низкие, не самые высокие повседневные оценки, но и не самые низкие. Вот это мне в них и нравится, это правда замечательный, хорошо сбалансированный люксовый спортивный кроссовер, который совмещает отличную роскошь и отличные ходовые качества, лучше любого конкурента. Перевод и озвучка от студии Газфера. Перевод и озвучка от студии Газфера.